Утрям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня в рамках нашей рубрики «Кое-что хорошее о» я хочу поговорить с вами о Лили Ло. Конечно, больше всего я хочу, чтобы этот выпуск увидела сама Лили Ло, потому что как блогер она мне нравится, она мне нравится как человек, и её деятельность и точка мировоззрения мне тоже приходится по душе. Просмотр этой блогерши будет особенно полезен для девушек, которые закомплексованы за свою внешность. Я ничего плохого не имею в виду, потому что внешность Лили Ло лично мне очень нравится. Мне вообще нравятся люди с отклонениями, потому что мало кто умеет смотреть, так сказать, в душу на наполнение, а не на внешнюю оболочку. Ведь, как издавна говорят, встречают по одёжке, а провожают по ум. Хотя мне это и не очень нравится. Итак, что я могу сказать о Лили Ло? Лили Ло довольно популярная блогерша в узких кругах. И я надеюсь, что это не из-за её нестандартной внешности. По первым роликам Лили Ло мы можем заметить, как она комплексовала из-за своей внешности, как она переживала из-за этого. Но сейчас, в последних выпусках, я очень рада, что её поддерживают люди, что есть люди, которым всё равно, абсолютно всё равно на внешность. И им главное лишь то, какой человек внутренний. А внутренний Лили Ло, она очень красивая. Лили Ло искренне со своими подписчиками, она очень искренне говорит. Она держит с ними связь, общается. И я совершенно точно хотела бы познакомиться с ней вживую. Потому что думаю, что общение тет-отет с таким человеком просто не может быть плохим. Лили Ло проходила какой-то реабилитационный центр, где её учили, как ухаживать за кожей. И она эти знания передаёт своим подписчикам, своим фанатам. Она прекрасно красится, лучше, чем многие барышни, которые, так сказать, имеют какие-то внешние данные, но хотят сделать их прям... Девушка весьма откровенна. Она рассказывает о своей жизни своим зрителям. Она показывает какие-то интересные вещи. Она снимает макияжи каких-то знаменитых звёзд. И в некотором случае это очень даже полезно. И даже, можно так сказать, важно. Потому что многие люди, которые читают какие-то глянцевые журналы или смотрят выступления звёзд, по которым они фанатеют, хотят сделать такой же макияж. И Лили Ло это разбирает и показывает. Это не преображение, не какие-то гримировки, но это всё равно весьма занятно и весьма здорово. Лили Ло могла бы служить примером для многих девушек. Как в плане общения, так и в плане того, что совсем не нужно комплексовать. Если человек хорош внутри, то людям, которым он будет действительно интересен, совершенно не важно будет, как он выглядит. Также я хочу обратиться лично к Лили Ло и сказать, что... На самом деле ты очень красивая. Мне нравятся твои мысли. Можно я буду называть тебя Лилу? Фамильярно, конечно, но... Ну, просто мне так легче донести, как бы сказать. У тебя очень красивые глаза и губы. Ты не похожа на остальных блогерш русского ютуба. Я счастлива, что есть такие, как ты. В плане моральных посылов и твоих мыслей, можно сказать, я даже в тебя влюблена. Знай, что лично для меня в тебе нет абсолютно никаких дефектов. Даже тех, которые видят остальные. Оставайся собой. Твори. Доноси до людей то, что ты можешь до них донести. Становись лучше, и всё у тебя будет прекрасно. В этом видео я не буду просить поставить лайк, подписаться на канал и прочее, что обычно делаю. В этом видео я хочу просто попросить, чтобы вы брали пример с Лилило и принимали себя такими, какие вы есть. Всем спасибо за просмотр и всем пока!